Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная Саратов-24. О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурная народная приемная на этой неделе. Это Роман Базан. Рома, здравствуй, расскажи, пожалуйста, на что жаловались телезрители. Да, Полин, жильцы дома по улице 2-я прокатная боятся, что в их пятиэтажке рухнут потолки. Сверху льет уже несколько месяцев. Признается Галина Малова. Затопила квартиры, говорит, приехали и почистили, а стало еще хуже. Кристина Паншина из 32-го дома по проспекту энтузиастов рассказала, что их крыша тоже протекает с прошлого года. Коммунальщики из компании «Авиатор» молчат. По словам телезрителей, в ее квартире сильно пострадала детская. Страдают не только квартиры. В библиотеке имени Пушкина только делают, что бегают с тряпками и тазиками. Стены и потолки осыпаются. В библиотекаре говорят, что еще немного и здание сгорит. Вся электропроводка в воде. Из-за снегопадов крышей над головой лишились жители этого дома в Красноармейске. Кровля двухэтажки не выдержала тяжести. В здании много квартир и в основном живут пенсионеры. Ремонт насчитали на 700 с лишним тысяч рублей. Но таких денег у стариков, разумеется, нет. С какими проблемами еще обращаются? Николай Шлейн жалуется, что не чистят колодцы канализации. Крымский тупик, второй дом. Подвалы в воде. А ведь там ремонтируют электропроводку. И все это в таких условиях. По словам мужчины, люди в квартирах задыхаются от неприятного запаха. Спасибо. Дежурный народной приемной «Саратов-24» Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. Если есть возможность, проиллюстрируйте их снимками или видеороликами. Продолжение следует...